Пандемия застала всех врасплох, но лето никто не отменял. Несмотря на все рекомендации и запреты от власти, по словам местных жителей, придерживались карантина далеко не все. Мы решили узнать, как это лето с ограничениями провели одесситы и гости города. Ну естественно почувствовалось, все-таки приезжих намного было меньше. Это из 100% было 30% в этом году приезжих. Одесситы утверждают, что лето прошло в обычных условиях. Единственное, что изменилось, это требование носить защитные средства. Зачастую о маске вспоминали в магазине или в общественном транспорте. Как-то, честно говоря, не очень заметно. Если по магазинам, аптекам, то видно, что все в масках. А на море очень много людей было. Было сложно. Было сложно с работой. Сложность работы – добираться до работы. Я думаю, что на одесситов карантин и эпидемия как-то не влияют. Но все равно, меры предосторожности должны быть. Курортный сезон в Одессе этим летом потерпел неудачу. По словам экспертов, туристическая сфера пострадала из-за того, что люди не могли ни уехать с Украины, ни приехать в нашу страну. Но, как говорится, не было бы счастья. В этих условиях развитие и популярность получил местный туризм. Наши земляки получили почти уникальную возможность лучше познакомиться с родным регионом и страной. Мы много лет занимаемся приемом иностранных туристов на территории всей Украины. Как вы понимаете, вот в этом направлении нас очень хорошо ударило. Даже когда не были закрыты границы, когда, в общем-то, теоретически туристы из-за границы могли приезжать, их было очень мало. Поэтому поездки в основном недлинные, недалеко, по югу Украины. Это Херсонская, Николаевская, оно и наша Одесская область. Миф о том, что цены снизились из-за нехватки туристов, также был развеян. По словам экспертов, высокая стоимость услуг – это привычная ситуация не только для нашей области, но и для страны. Цены всегда у нас были высокие по сравнению с тем уровнем сервиса, который предоставляется в эти летние пиковые месяцы. Между тем, Одесская область продолжает удерживать высокие позиции по количеству зараженных на COVID-19. Впрочем, гости региона утверждают, что правил карантина в Одессе по сравнению с их родными городами придерживаются слабо. Свобода действия полная. Местная власть никак не реагирует на соблюдение норм. Если честно сказать, то у нас в Киеве намного больше людей ходят в масках. Здесь практически никого. Даже вот мы, да, жарко, согласно, у нас в Киеве тоже было жарко, но мы все равно по всем маршруткам, электричкам, в подземном переходе или куда бы мы ни заходили, все равно ходим в масках. Мне кажется, в Харькове больше люди все-таки настороженно к этому относятся. Стараются, по крайней мере, у нас в метро, в маски заходят. В троллейбусах, ну так, 50%. То есть кто-то ездит в масках, кто-то не ездит. Одесса продолжает принимать туристов. По выходным дням пляжи переполнены. Рестораны, кафе и ночные клубы работают практически без ограничений. Рестораны, кафе и ночные клубы работают.